Привет, мир! В комментариях под прошлым видео многие просили, чтобы я снял видео с пидран по серому. Я был бы не я, если бы не записал такое видео. И как вы поняли в этом видео, я быстро расскажу о всех базовых функциях серума. И небольшое отступление. Я бы хотел отдельно поблагодарить людей, которые смотрят и комментируют мои видео. Конечно же, за ваши пожелания и новые вопросы. Они сподвигают меня на создание новых видео. Также, если у вас остались вопросы после просмотра видео, обязательно поделитесь ими в комментарии. Подписывайтесь на мой ТГ-канал, если вы хотите поддержать автора материально. В описании будет ссылка на Donation Alerts. В программе есть два осциллятора. По умолчанию включат только один. Значение Oct это октава. Понижая или повышая его, вы повышаете или понижаете октаву. Значение 7 отвечает за повышение или понижение звука в полотонах. Ну а Fine это почти то же самое, что и Pitch. По крайней мере, исполняет те же самые функции. Нажав на название звука, мы можем выбрать любой другой звук, содержащийся в библиотеке Serum. Но нажав на карандашик, мы можем редактировать волну звучания звука. Его график. Минсон отвечает за количество одновременно играющих инструментов этого звука. Значение Detune это расстояние между этими инструментами. Блендер это разность в их громкости. Фейс задает фазу звучания графика звука. Грандер это рандомизация фазы. ПТ-ПОС это позиция волновой таблицы. Вароп это параметр, предназначенный для выбора типа искажения. Пано равно панорама. Ну а левел это конечно же уровень. Рассмотрим дополнительный саб-эстиллятор. Как видим, функции параметров идентичны. Все параметры осциллятора шума идентичны, за исключение Pitch. Перейдем к фильтрам. Фильтры в сервере отвечают за эквализацию звука. Можно также установить один из заранее предустановленных пресетов. Также можно изменять пресет эквализации шестерми крутилками. Если вам будет интересно, то я смогу снять отдельный ролик насчет эквализации и значения этих параметров крутилок. Параметр Velo и Note касается вас только если у вас есть меди-клавиатура. Вы можете изменить график громкости после нажатия клавиши. Включенный параметр Mono говорит нам о том, что сколько бы клавиши мы не сжали, одновременно все равно будет звучать только одна нота. Legato делает более плавные переходы между нотами. Включая Always у вас открывается параметр порта, изменяя который вы сможете делать очень классные переходы между звуками. Нажимая Scale, вы сможете редактировать график поведения как раз таки этой порта. NV1 это график, который строится по значениям таких параметров как атака, удержание, decay, sustain и release. В LFO 1 можно изменять график модуляции, который можно повесить на почти любой параметр серума, просто притащив этот блок на параметр. Лиза функциональных колеса, колесо питча и модуляции, ими можно управлять с MIDI клавиатуры. Проходим на вкладку с эффектами. Здесь же имеются такие эффекты как Hyper, Distortion, Flanger, Phaser, Horus, Delay. Компрессор, Reverb, EQTubish Equalizer и фильтр. Во вкладке Matrix можно более подробно настраивать эффекты. Также в Global можно провести глобальные настройки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Кулакова А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok